Всем хлоп! Особенно тем, кто на утро ел плов. Я не знаю, почему я опять это сказала. Недавно ходила-бродила по ютубу, и мне выпало видео немецкой блогерши о том, что она делает покупки, но не просто покупки, а покупки вещей, которые ей присылают ее подписчики. Но я подумала, решила, что без этого видео на моем канале абсолютно никак нельзя. И поэтому сейчас я попрошу Давида, чтобы он взял мой телефон, зашел в мой директ, разгребала его, потому что ссылок вы накидали великое множество, и выбрал мне что-то из того, что вы мне накидали. Надеюсь, вы мне там накидали что-то приличное, и ему не придется разгребаться в толпе чего-то непристойного. Давайте вот без непристойностей. Короче, ребят, Лисса меня попросила с ее телефона посмотреть, что вы прислали ей в Инстаграм, чтобы я сам выбрал, чтобы для нее это был типа сюрприз, что без спойлеров. Так что давайте посмотрим, что вы там накидали, и выберем самые, на мой взгляд, интересные, классные варианты, и сразу же закажем. Я дико угорала с того, что Давид, наверное, потратил суммарно, ну как минимум часа два на то, чтобы, во-первых, сначала посмотреть весь мой директ, пройти по всем ссылкам, потом из-за того, что им показалось более-менее прикольным еще и отобрать вещи, так что да, это было очень смешно. В общем, да, я все это выбрал, все это заказал, все это оплатил. Я не знаю, когда все это придет, я вообще без понятия типа, что он делал. Поэтому ждем. Ребятки, вполне вероятно, что это будет новое видео, новая рубрика на моем канале. Поэтому, если не нравится, то все просто, ставим лайк. Прошло несколько дней. Чтобы вы, короче, понимали вообще максимальный рофл, так как вещи мне заказывал Давид, он даже заказал их не на наш дом, а на другой, потому что типа, если бы вдруг он ушел из дома, я бы могла найти это и посмотреть, что же мне там заказал. Поэтому сейчас мы едем за посылками, вообще другое место, они все типа пришли. В общем, мы забрали пакет, сейчас я сделаю макияж и вернусь к вам. Знаете, вот что реально очень важно? Макияжка, сметика, это все понятно. Это внешняя красота. Но также нужно заботиться о своем здоровье внутри, потому что если здоровья внутри не будет, то не будет никаких внешних проявлений красоты, понимаете? Осенью что нам не хватает? Витаминов. И нужно делать что? Витамины принимать. Повышенная усталость, тяжело просыпаться по утрам, постоянный стресс, ухудшение состояния кожи и волос, это все говорит о том, что в организме происходит дисбаланс. И многие из-за этих состояний происходят из-за дефицита определенных микронутриентов в организме. Восполнить этот дефицит можно очень просто, витаминными комплексами. У меня Urban Formula, и это первый бренд комплексов витаминов, который разработан специально для жителей мегаполисов и адептов активного здорового образа жизни. У бренда 24 продукта в трех разных линейках. Оранжевая, это комплексы витаминов для ежедневной поддержки организма, и я пью именно их сейчас. Продукт направлен на решение каких-то определенных задач. В моем случае я буду пробовать энергетический комплекс, потому что у меня с этим сейчас основные проблемы. Фиолетовая, специальные комплексы для решения конкретных задач и поддержания организма в особенные периоды. И розовая, для поддержания красоты и молодости. Ребята, абсолютно не иронично. Вот другой день, я уже удалила из себя пигментное пятно. И что я иду делать? Я иду пить витамины. И нет, мне никто не платил за то, чтобы я их пила. Но я их пью, потому что они реально классные. Это комплекс, поэтому я реально его вам рекомендую. А еще у меня есть промокод, и вот вы, если по ссылочке пройдете в описании, то получите и промокод, и вообще лучше узнаете об этом продукте. Чмок вас. Я получила то, что вы мне заказали. Ребят, ну, крайне глаза я уже увидела одну вещь, которую невозможно было не опознать. Но начинать вот с этой вещи, я думаю, что кто-то тоже уже опознал. Мне не хочется. Чаша с Даби. Кончайте, девочки, кончайте за мной шутить. В общем, вещей мне тут, конечно, рассказали много интересных. Это вот такие вот линзы. Не знаю, что за золотой человек заказал мне линзы. Сейчас мы их проверим. Я даже не знаю, какого они цвета, потому что здесь ничего не написано. Надеюсь, что они какие-нибудь красные будут. Ладно, тут написано цвет красный, я увидела. Черт! И... А-а-а-а! Это же Шеринкан! Шеринкан! Позер! Даби у Чихи у нас сегодня. Imagine у Даби была бы сила у Чихи. Вот это пиздец было по всему миру. Нормально живем, дышим. О, блин, оу-шит! Выглядит пугающе пипец. Я не могу, когда линзы так делают, я просто не знаю, что делать, я теряюсь. Ну, реально, вот когда она скачет туда-сюда... А-а-а! Она выпала, нет? Блин. Вот, сука, выпала. В общем, после этого последовало огромное количество бесполезных попыток. Или линзы, или падли из моих глаз, или что-то еще происходило, или закатывались под века. Короче, я не знаю, потратила на это очень много времени. Но, в общем, получилось вот так. Я думала, это будет выглядеть плохо, но мне понравилось. Надеюсь, я приноравлюсь к этим линзам. Это Геншин, и Наруто, и Геройка, просто я не могу. А спонсор этого видео Даби Чаша. Чаша Даби избавит тебя от всех забот и от всех хлопот. Это ритуальная чаша. Покупайте. Обзор на линзы. Линзы тяжело надевались. Не знаю, как их снимать. Выглядит потрясающе. Вызывают ряд горящих жоп совместно вместе с этим макияжем в ТикТоке. Ставлю линзам лайк. Вот у меня просто жопа чешется. А вот эту вещь надеть. Ну ладно, мы тогда ждёмся до конца, потому что, возможно, там ещё больше сюра. Рандомная вещь номер два. Мур-мур. Что это? Понимаете, что это? А-а-а, это маленький такой топик. А если его типа надо надевать... А как его надевать? Типа с какой-нибудь футболкой? Потому что он просто очень прозрачный. Это очень красивая вещь. Это очень красиво. Я сейчас надела, типа, обычное банду сюда. Но как бы с банду выглядит странно. Оно выглядит каким-то серым, типа, как будто грязное. Оно не такое. И, типа, а вот реально, а с чем его носить? Ну, по это делу, что ты на голую грудь не будешь что-то надевать. Но с чем носить-то? Она охрененная. Просто охрененная. Кончайте, девочки, кончайте за мной шутить. Вот. Эльфийские уши. Я считаю, что, ну, как бы, очевидно, что шеренка на макияже, даби, вот этой вот одежды и топика недостаточно. Эльфийских ушей явно не хватает. Я поняла, это... Посмотрите, что мне заказали. Это же не просто уши. Это уши-наушники. Охренеть. Вот это реально очень круто выглядит. Я не знаю, человек, который это придумал, ты гений. Ты знал, что ты гений? Тебе говорили, что ты гений? Человек, который мне это заказал, просто напиши мне. Так. Что не так? Вариант номер 1. Все так. Вариант номер 2. Все не так. Вариант номер 3. Нельзя пить. Воду из горла кувшины нужна чаша. Так, ну ты не позер, давай, думай. Давид, это проверка на позерство. Если не пройдешь, я не буду вырезать. Ну, у тебя нет нижней части закрашенной. Это шаринган. Все, боже мой, вот, молодец. Ставим Давиду лайки, потому что он не обосрался на канале. У Даби тоже есть какая-то скрытая форма шаринган? Да, у Даби шаринган. Что-то похоже, по крайней мере, там уже тупой. Что-то я не знаю про Даби. Нет, Даби это сила Газпрома, на шаринган там нету. Газпром исполняет мечты, а мы сейчас послушаем музыку. А! А, ой. Допустим. В другой день я вспомнила, что у меня есть комп, и там как раз круглая дырка. У меня произошло фиаско. Сейчас я монтирую, и монтирую я в этих наушниках. В чем проблема? А проблема, собственно... А вот в чем! Она в ухе! Я только надела... Да, ты с этой болной фоне. И, знаешь, она развалилась. Я ничего не понимаю! Они просто... Я сижу, и они развалились у меня в ухе. Бля... Это, блин... Очень плохо, а? Да. Такие уши сейчас популярные у стрейтеров в ТикТоке. А, да? Они всегда надеваются эти уши. Обзор на уши закончен? Когда ты догадался, какой будет дар, но делаешь вид, что ты еще ничего не понял. Пивозавр. Пивозавр... 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 Кто-то увидит, если вы не хотите, чтобы я кто-то видел. Принк достаточно объемный, большой, мне нравится. Ах, прекрасно подходит под рубашку, но я уверена, что и на голое тело, и Пивозавр тоже будет хорошо. Спать. В ней можно ходить на свидание, в ней можно ходить в университет, можно ходить в школу. Такой обзор. Кончайте, девочки, кончайте за мной шутить. Я не понимаю, кто и зачем мне ее купил, отзовись, добрый человек, зачем. Потому что это как бы, ну, волейбольная форма. Это буквально волейбольная форма. Ребят, мне очень жаль ваш нервный систем. Те, кто в фондоме не понимает, ну, я просто не могу. Что это такое? Знаете, это тот случай, когда настолько все плохо, что даже хорошо, потому что я бы такую коллаборацию не собрала никогда в жизни. Ну, да, кинт, зачем ты это выбрала вообще? Вот кошмар. Я просто не понимаю. Я не смотрела волейбол, честно говорю, но я начинала его смотреть. Я посмотрела, по-моему, серии 5. Мне не особо зашло, потому что все-таки спортивный аниме это немного не мое. Но я как-то дропнула. Поэтому я знаю, что там главный персонаж вроде Хината, да, его зовут. Но это как бы мои познания, на этом все. Я не знаю, это вообще костюм по канону, кому из персонажей он принадлежит. В целом я не понимаю. У меня просто какой-то даби учиха-волейболист. Что вообще происходит? Слишком много хаотичности. Ааа! Хайки. Спортивная манга про волейбол, созданная Хруите Фурудате. Манга выпускалась с февраля 2012 года по июль 2020 года. В журнале очень интересная информация, спасибо. Но я хочу отметить, что если вы заглянете мне туда, ну, в смысле, прям вот туда, да, то вы увидите, как бы, не только ворота в рай, еще вот эту вот штучку. И, насколько я помню, на всей спортивной форме вот эта вот штучка сетчатая, она есть. И прикольно, что, ну, в этом реально ходить можно, гулять, я буду ходить дома, будет мой домашний костюм. Все-таки, походу, линзы оказались не супер качественные, потому что у меня от них прям глаза болят, на риске они покрасневшие. У меня в целом всегда глаза покрасневшие, но вот эти линзы, видимо, вообще прям супер долго нельзя носить. Оказывается, у меня есть еще одна, скажем так, бонусная вещь, которую я бы очень не хотела вам показывать. Я вообще думала, что я оставлю видео без нее, но я вам ее покажу. Сразу скажу, я, честно, не знаю, что вы ждали увидеть, но... Платье с цветочками. Казалось бы, ну что здесь? Это просто платье с цветочками. Но почему? Почему? Кто придумал заказать платье с цветочками? Почему Давид выбрал платье с цветочками? Я все остальное могу понять. Но почему? Сколько же раз слова, почему, должно произнестись в этом влоге, чтобы вы ответили мне на него. Потому что я не понимаю, почему. Теперь обзор на платье. С такой прической не подходит. Если уложиться, наверное, будет лучше. В целом, похоже на пижаму. Оно очень приятное к телу. В нем ты выглядишь как женщина. Поговорим о минусах. Она ничего не подчеркивает, но скрывает абсолютно все, что у нас есть. И делает вид такой, как будто у нас нет ничего. В целом, это, наверное, все его недостатки. А, еще она мне не идет. Кидайте мне еще варианты. Я сниму куда более большое видео на эту же тему. Потому что в этот раз заказали только 6 вещей. Но если вам эта рубрика зайдет, почему бы ее не продолжать? Все, всех люблю, всех целую. Не ходите в плохие салоны.